Всем привет! Сегодня речь пойдет о таком ноже, на мой взгляд, очень интересном. Нож Страж от компании Кизляр. Стоит сказать, что давно я засматривался, интересовался ножами фирмы Кизляр. Еще лет 6 назад на выставке Клинок в Сокольниках я увидел стенд кизляровский, где были представлены кинжалы. Вот именно с такой рукоятью. Это прорезиненная рукоять. И были такие вот кинжалы огромные. Естественно, они были холодными. Но мне понравился именно такой подход, что рукоять резиновая, потому что никакая ни деревянная, ни наборная, берестовая, кожаная рукоять никогда не будет так сидеть в руке, как резиновая. Для того, чтобы уйти от холодного. На данный нож я давно засматривался в магазине. Этот нож появился уже несколько лет назад на рынке. Дело в том, что он стоил полторы тысячи. И изначально выпускался из стали 65Х13. Стоил такой нож в интернете 1200, где-то так вот в магазинах полторы-две тысячи. А недавно они начали выпускать данный нож из стали Z90. Это аналог российской стали 95Х18. То есть это хорошая высокоуглеродистая сталь. И стоит этот нож уже чуть подороже, около двух тысяч. Начнем с самого начала. С очевидных преимуществ этого ножа. Очевидным преимуществом этого ножа является его вес. Весит он всего лишь 117 грамм. В поисках ножа своей мечты я пришел к тому, что нож должен быть непременно, во-первых, легким. А во-вторых, с небольшим лезвием. Потому что мне приходится ходить на рыбалку за грибами. И ножи с длинным лезвием абсолютно неудобны для этих целей. На этот нож в интернете я не нашел ни одного теста. Поэтому вот сегодня я решил протестировать, сделать такой небольшой тестик режущей кромки. Испытаем эту сталь. Значит, единственное, что хочу сказать. Увидел у одного из пользователей интернета. Он несколько модернизировал рукоять. Значит, убрав вот эту вот часть. Что действительно нож сделает значительно удобнее. Мы видим, что может упираться вот эта часть ножа в руку. Вот. Я тоже решил попробовать срезать эту ненужную часть. На мой взгляд, нож будет смотреться даже несколько интереснее. Итак, попробуем для начала аккуратненько придать рукояти нужную форму. Благо она резиновая и позволяет нам проделать такие манипуляции. Вот так вот я обрезал. Не заставило это особого труда. Значит, в данном случае рукоять обрела вот такую форму. Вот. На мой взгляд, смотрится более изящно, интересно. Не знаю. Но в любом случае рукоять стала намного удобней. Намного хватистей. Абсолютно любым хватом, значит, можно хватать. Теперь. То есть, ничего не упирается в ладонь. И вот так вот он теперь выглядит. Значит, поговорим немножко о заводской заточке данного ножа. Значит, так вот, посмотрите, сколько у меня срезалось резинки здесь. Ну, заводская заточка вполне себе... Вполне себе отличная, конечно. То есть, справляется с газетой. Как вы видите, отлично. Также... Без труда, как вы видите, бреет волос. Также этот нож имеет серейтерную заточку. И заточку даже на этих местах. Естественно, под более грубым углом. Но... Газету он резать не будет. Вот, мы видим, куда бедно режет бумагу. На самом деле, я считаю, что... Здесь заточка не нужна. Но посмотрим. Значит, сегодня я хочу протестировать режущие свойства этого ножа и устойчивость режущей кромки к различным нагрузкам. Так, для начала расправимся с курицей. Попробуем ее разрезать как-нибудь. Попробуем ее разрезать как-нибудь. Так, ну а теперь устроим такой хард-тест и попробуем порезать кости. Эта часть курицы у нас пойдет на суп. Эта часть курица, Моя шкафетка, Попробуем ее разрезать как-нибудь. Курица. Моя шкафетка, Моя шкафетка, А, ну а как? Моя шкафетка. Моя шкафетка. Моя шкафетка. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот специально так поизвращался, немножко порезал кости Ладно, сейчас перейдем к следующему испытанию Так, но теперь попробуем почистить карасиков Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Так, ну вот после данных небольших испытаний посмотрим, как будет себя вести режущая кромка на газете Ну, то есть, в принципе, конечно, она не задумывалась, несмотря на то, что по костям я прошелся немножко Так, ну, может быть, немножко где-нибудь есть какие-то замятия... Так, следующий эксперимент хотел бы провести вот следующий Некоторые люди считают, что ножами можно открывать консервные банки Вот, я считаю, что эти люди как бы не очень разбираются в ножах И категорически выступая против того, чтобы режущую кромку ножа, значит, убивайте консервные банки в походе Потому что для этих целей есть консервные ножи, мультитулы, открывашки и так далее Но так как у этого ножа имеется все-таки две режущие кромки Вот, ну что-то вот стало мне интересно, первый раз в жизни попробую все-таки проэкспериментировать и открыть ножом консервную банку Так вот мы делаем раз Так, давайте посмотрим Давайте посмотрим Нет, не получается у меня так, как смотрел на видео в ютубе. Конечно, как-то криво, неудачно. Поиздевался, в общем, я над банкой сейчас. Я думаю, это все дело тренировки, но тем не менее. При открывании банки, значит, у нас было задействовано и вот эта часть в том числе. Как видим, ничего не стало. Ну, в общем, вот такой вот небольшой тест. Ну, вот какой-то такой неуглюжий получился слегка сегодня у меня тест ножа «Страж» от компании «Кизляр». Сегодня, значит, я сделал свою доработочку к этому ножу, из-за чего он стал значительно удобней. Говоря о недостатках ножа, хочется отметить неудобные ножны. Значит, стандартные кизляровские ножны на кнопке. Дело в том, что ремень получается у них вот здесь, вот лямочка для ремня. Вот он высоко, значит, выходит за уровень ремня вверх. Я носил его, пробовал, да, тестировал. Я цеплял его вот таким вот образом. То есть рукоять у меня висела внизу. В принципе, значит, тот плюс, что нож является очень лёгким, да, при ношении я его не чувствовал практически. Ну, вот. Но, ножны, естественно, можно будет со временем что-то подумать, придумать, заменить их. Главное неудобство, значит, ножны являются то, что неудобно он в них потом заходит. Хотя можно приноровиться. Я думаю, что вполне удобно нож будет носить где-нибудь на лямке рюкзака, либо придумать какое-нибудь крепление. На груди привязать на веревочку. Нож лёгкий позволяет такие моменты. В общем, тем не менее, я вполне доволен стражем от Кизляра за 2000 рублей. Всем спасибо за просмотр, за мой неуклюжий тест. Пока! Так, сейчас пройдём тест на излом. Аплодка Субтитры сделал DimaTorzok